Все выходные на Челнинском и Нижнекамском льду кипели страсти международного масштаба. Именно в Закамье прибыли сильнейшие хоккейные и молодежные команды России, Казахстана, Чехии, Словакии, Финляндии, Швеции и Латвии. Чтобы скрестить клюшки за Кубок Мира. В таком формате состязание проводится в шестой раз. И вот на этот, в честь принимать юных хоккеистов из разных уголков Евразии, выпала набережным Челнам и Нижнекамску. Репортаж с открытия спортивного праздника и обзор за два минувших игровых дня подготовил для вас Егор Орлов. Эти соревнования проходят под эгидой молодежной хоккейной лиги. А потому в числе главных гостей праздника ее управляющий директор, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов. Вместе с ним легенда мирового хоккея, двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер Борис Михайлов. А также мэр набережных Челнов и министр по делам молодежи и спорта Татарстана. Игры начались одновременно в Нижнекамске и набережных Челнах. В Автограде первыми на лед вышли действующий обладатель Кубка Харламова Ярославский Лока и чемпион Финляндии Йокерит из Хельсинки. Еще одна скандинавская команда играет в Нижнекамске. Мы отбирали страны и разводили их по группам. Думали так, чтобы шведы с финнами в разной группе были. Они находятся рядом между собой и могут сыграть на каких-то еще турнирах, встретиться товарищеских. Чехия, Словакия тоже рядом и их развели по разным группам. Все это для того, чтобы было интереснее и участникам, и болельщикам, обозначил Алексей Морозов. И тут же отметил, что, к сожалению, американцы и канадцы не откликнулись на приглашение. Но и без них, забегая вперед, можно констатировать, что турнир получился зрелищным и непредсказуемым. А благодаря подобным начинаниям МХЛ сильнее становится и сам российский хоккей. Не волнуйтесь, уйдут ковальчуки, радула. Придут, придут. И у нас много молодых. Святое место пусто не бывает. Тем более, сейчас, внимание, есть пирамида КХЛ, ВХЛ, МХЛ. В хоккей можно играть хорошо, но по-разному. Вот, например, финны очень скоростные. Первыми вышли вперед, но, уступая 1-2 россияне из ЛОКа, к концу второго периода смогли переломить ход игры и уже вести со счетом 3-2. Я просто ребят очень хорошо знаю. Они готовы очень физически и морально, поэтому надо было терпеть только и не пропускать ненужных голов. Помогли и трибуны, которые стали для ярославцев родными. К тому же, приехавшие в Автоград фанаты ЛОКа словно провели для челнинцев мастер-класс, как нужно поддерживать команду. Вперед, ЛОКО! Вперед, ЛОКО! И сами игроки словно слушались болельщиков, выполняя все их требования. Те просили шайбу, и вот вам. 8 команд-участниц разбиты на две группы. Группа А играет в Ниждекамске, Б в набережных Челнах, где, кстати, только что российский ЛОКа забивает уже пятую шайбу ворота финского Йокерита. Помимо этих команд, также здесь, в набережных Челнах, поборются за выход клоуф словацкий Слован и казахстанские снежные барсы. Соперники по группе тут же, на трибунах. Почти вся словацкая команда внимательно следила за противостоянием на льду. Они готовы дойти до финала и встретиться с любым клубом. Я хотел бы играть с Йокеритом, в Холсинки, но, может, мальчики хотели бы играть в финале. С чехами? На претезонке с ними играем всегда. У нас очень большая с ними конкуренция. Я бы хотел, наверное, с русскими командами доказать им что-нибудь, не знаю, что Словакия тоже умеет играть в хоккей. В том, что Словакии умеют играть в хоккей, никто и не сомневается. Это грозный соперник. Ярославский Лока, который финнов одолел в итоге 6-2, смог справиться во втором туре и со снежными барсами из-за станы с похожим счетом 5-2. И после двух туров лидирует в группе Б. Третья, завершающая групповой этап игра со Словаками завтра в 19.00. Словаки? Словаки, честно, не знаю, вязко играют очень. Будет такой хоккей немножко скучный, возможно. Будем стараться, чтобы он не был таким скучным. В другой группе пока лидирует Рига. Нижнекамский реактор на втором месте. Уже в этот четверг игры 1-4 финала. Две из них пройдут в Челнинском лидовом дворце в 15 и в 19 часов. Егор Орлов, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.